Зеркало моей души. Том 1. Хорошо в стране советской жить. Автор совсем не зря называют свою книгу автобиографической хроникой. Он очень откровенно, захватывающий и с детализацией в нужных местах, рассказывает о том, как он самостоятельно постигал умения и технику управления тем, чем наделила его природа и сущность. Он довольно рано заметил в себе некоторые необычные способности, а в студенческие годы уже серьезно заинтересовался так называемыми паранормальными явлениями. Он пытался понять то, что видел, найти объяснение этому в книгах, однако ни книги, ни некоторые экстрасенсы, с которыми ему удалось встретиться и поговорить, не смогли сообщить ему ничего внятного или разумного. В конце концов, ему пришлось самостоятельно заняться изучением и анализом всего того, что с ним происходило. Пришлось самому искать ответы на многие, очень непростые и неожиданные вопросы. Ему пришлось очень осторожно, постепенно, но упорно осваивать то, чего до него не умел делать никто на Земле. Он хотел научиться не просто махать руками, как делают многие целители, а понять процессы, происходящие при этом. Понять, что именно обеспечивает тот или иной результат после его воздействия. Ему очень многое удалось сделать уже в те годы. Удалось не только узнать и понять то, что он хотел, но и обучить многих людей методом излечения практически любых заболеваний, научиться дистанционно воздействовать на природные явления, на урожайность сельхозкультур в масштабе страны и даже на социальные процессы. Автор подробно описывает тяжелейший труд, невообразимые для нас усилия, которые ему приходилось прикладывать во время исцеления своих пациентов. Приводит и некоторые примеры черной неблагодарности, которые некоторые человекообразные платили за исцеление от смертельных, неизлечимых болезней и мучительной смерти. Но самым интересным, безусловно, является начало его другой деятельности, открытой борьбы с социальными паразитами на Земле и вне ее. Эта работа оказалась неизмеримо сложнее всего, что он делал раньше, но ее важность была просто невообразимой и для землян, и для остальных цивилизаций нашей Вселенной. В этом томе книги описываются первые 30 лет жизни автора, период жизни в СССР до момента его отъезда с женой в США в конце 1991 года. Эту и другие книги Николая Левашова вы можете бесплатно скачать с сайта автора www.3w.levashow.info Изданные типографские книги Николая Левашова его можно купить в издательстве Метроков на сайте www.metrockov.spb.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok